Особое мнение на 101FM Особещает экономические, политические, бизнес-процессы, происходящие в Кирове Ну и сейчас мы будем говорить в основном про выборы в рамках этой передачи И всевозможные выборные процессы, все, что с этим связано, Роман тоже освещает Вот сегодня я смотрю, с утра уже посты идут о том, кто конкретно попадет в Кировскую городскую дому Да, из депутатов по персоналям, но обо всем по порядку Хочу начать с итогов губернаторских выборов Как все мы уже прекрасно знаем, выиграл их пока еще в Рио Губернатора Кировской области Александр Соколов Показал он результат почти что в 72% Я сравнил с выборами глав регионов в других субъектах Во многих планку преодолели лидеры за 80% И там ближе к 90% В общем, у нас такой не самый высокий результат Но надо сказать, что во всех субъектах в Рио Они продолжат работать уже в статусе полноценных глав регионов И надо сказать, что вот этот показатель почти что в 72% Это самый высокий вообще за всю, так можно если выразиться, историю современной Кировской области Если даже брать Васильева, Белых, Шаклеин, Сергеенков Это самый высокий показатель С чем это связано, Роман? Как это можно оценивать? Еще два месяца назад я опять же в телеграм-канале писал прогноз По поводу итогового результата в Рио Я как раз написал дословно Будет история чуть выше 70% 71-72% Так и было Цифра мне абсолютно Это была понятна еще до выборов Почему? Значит, первое Да, безусловно, эта компания губернаторская больше напоминала референдум Компания была референдумного типа Потому что серьезной конкуренции, как таковой У Александра Соколова на этих выборах не было С референдумом, то есть поддерживаете, либо не поддерживаете Да, 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 совершенно верно Соколова в этой должности При всем при этом, при всем при этом, компания, ну в любом случае была как бы конкурентна Потому что помимо Соколова на этих выборах участвовало еще четыре кандидата в губернаторы Это Моисеев, Панарьев, Мамаев и Лугинин Федор Лугинин, Родина Значит, не выставили своих кандидатов новые люди, справедливая Россия И Костин, как мы знаем, более публичный, известный, медийный лидер ЛДПР Не принял участия в этой выборной кампании 72% много это или мало? Ответим на этот вопрос Я считаю, что это отличный показатель Да, как вы правильно, Владимир, сказали Это самый низкий процент среди новых в Рио Не сравниваем с действующими главами, которые шли на второй, третий срок Например, Бричалов, у него 64 Удмуртия Удмуртия Там процентов населения, 65, которые не пришли на выборы Могли бы расценить показатель 80-85% Как, условно говоря, белорусский сценарий Вроде как не совсем можно доверять Да, совершенно верно Что там какая-то искусственная цифра При всем при этом Каждый получил свои проценты Из оппозиционных кандидатов И 72% Это очень достойный результат При этом, абсолютно правильно вы говорите Соколов показал рекордный процент поддержки На выборах В сравнении с другими губернаторами Кировской области Ближе всех к показателю Соколова Приближался только Никита Белых У него было почти 70% Это было в 2014 году Да, это было в 2014 году Вот, у Соколова 72 Хороший результат Поздравляю избранного губернатора С честной победой Насколько большой вклад в эту победу Соколова, Роман, на ваш взгляд Вот сыграли эти активные поездки Александра Валентиновича по районам Мы же все прекрасно помним С конца мая, да, или с начала лета Можно сказать, что последние три месяца Он активно-активно ездит по районам Встречается Пишет тоже в своем телеграм-канале Об этих поездках Какие проблемы были затронуты Сумел, да, привлечь к себе Избирателей именно в районах Давайте я немножко на другой вопрос отвечу Какие факторы повлияли на победу Соколова на эти 72% Полевая работа И поездки в районы Безусловно является большим плюсом Именно в районах, как мы видим За Соколова уровень поддержки Очень высокий То есть какие-то районы, если я не ошибаюсь За 80% дали Безусловно сыграло Помимо этого, я бы отметил Важный момент Это приезд в Киров Огромного количества Федеральных чиновников и политиков Мы, наверное, здесь лидирующий регион Где проходили выборы По такому количеству Федералов, которые посетили наш город Третье Достаточно неплохая Технологичная Компания Штаба Соколова Начальником штаба Был Береснев И работала Технологическая группа Политехнологов Структура ЕСИ В целом, я считаю, что Компания организована Была достаточно эффективна Соколова было Больше всех видно В наружной рекламе В соцсетях В средствах массовой информации Такая достаточно Органичная Интересная Избирательная компания Ровная И по результатам Социологических исследований Каждую неделю Рейтинг В Рио Рос Про остальных кандидатов К сожалению, я Не могу сказать Что их компании Мне понравились Опять же, я понимаю Зачем вкладывать деньги Тому же самому Панарьеву Лугинину И остальным Кандидатам Сто процентов Понимая Что шансов Победить Ставленника Путина Нет ни у кого В этой кампании Вообще Безнадежный был сценарий Абсолютно безнадежный Участие в губернаторской гонке Абсолютно Я понимаю Прекрасно здесь Позицию Справедливой России Новых людей Хотя я бы за то Чтобы они выставили Своих кандидатов Но просто Не захотели партии Вкладывать ресурсы И деньги Сфокусировались На городской кампании Ну вот этот результат Который показали Соперники Соколова Он сейчас Ну вот Он есть и все О нем заботится То есть Никакого политического Продолжения Не получит Не знаю Укрепят ли они Позиции Среди своих Приверженцев Своего электората Как бы Как данность и все Ну Соколов получил Очень высокий кредит Доверия от жителей Кировской области От города Кирова Сейчас самое главное Конечно Его не растерять И те программные заявления Те выступления Соколова Которые были Озвучены на разных площадках На разных платформах В его телеграм-канале Его Выступления в районах Кировской области Сейчас главное Чтобы эти дела Чтобы эти слова Перешли в дела Именно это ему пишет Огромное количество Читателей Его телеграм-канала В комментариях Что Александр Валентинович Верим Кредит доверия Дан Сейчас самое главное Реализуйте Сделайте то Что вы обещали Поэтому наверное Как-то так Ну вот многие Да я знаю Удивляются Почему комментарии Открыты В телеграм-канале У Соколова Потому что Я практически тоже В ежедневном формате Наблюдаю За тем Что там люди оставляют Но критики Ведь немало Там И даже не то Чтобы критики А прям вот таких Жестких каких-то Упреков Издевок даже А тут Владимир Все очень понятно Значит Ведь то же самое У Симакова Произошло Вот недавно Наш коллега С вами Восполняющего обязанности Глава администрации Да-да-да Наш коллега Антон Погузин Недавно написал материал О том Что медовый месяц Симакова Подходит к концу Это все очень логично Когда приходит Новое лицо На старте Естественно Никто не может Оснований нет Условно этого человека Там мочить Или не доверять Ему Но когда проходит время Вот этот медовый месяц Как выразился Погудин Люди начинают Сдавать вопросы Уже Новым лицам Вот прошло там С мая Сколько Три месяца Четыре Да С момента назначения Соколова Почти наверное Два месяца С момента назначения Симакова Симаков Симаков Приступил к своим Обязанностям 10 августа Месяц прошел Месяц Да И все Начались негативные Комментарии Безусловно А кого сейчас Винить то Условно говоря Васильева уже нет Ну бесполезно Говорить о том Что там виноват Васильев в текущей Конфигурации Да Осипова Нет Чурин Представитель правительства Сейчас не принимает Всех решений Опять же Соколов сказал Что правительство Перешло в режим Ручного управления Соответственно Все что сейчас Происходит в регионе И в городе Это уже не ответственность Чурина Васильева Или Осипова Это прямая ответственность Новой команды Соколова Новой старой команды Соколова Это на уровне региона А на уровне Города Кирова Это уже ответственность Симакова И искать виноватых В прошлом Бесполезно Поэтому народ Это прекрасно понимает И из-за этого Сегодня в их Телеграм-каналах Пошли И критические Уже комментарии А может быть Даже объективные Комментарии А вот по поводу Кстати этого Словосочетания Команда Соколова Я думаю Что жители Областного центра В первую очередь Видели везде Эти надписи Да И лицо Собственно Александра Валентиновича И было Ну бытовало По крайней мере Мнение В летние месяцы О том Что люди от этого Могут и устать Что повсюду И вот эти кубы Информационные Но как показывает Результат Видимо не устали Да безусловно Не устали Тут две вещи Скажу Значит Первое Конечно Рейтинг Александра Соколова Ну даже И в моменте выборов И до выборов Он был принципиально Выше Рейтинга Единой России А у нас Исторически Все последние годы Оппозиционные партии Достаточно сильны То есть у нас Такой вот Ну протестный регион Губернаторов Всегда поддерживают А вот с точки зрения Политических партий У Единой России У нас Одни из самых Низких показателей В стране В том году Мы вошли в топ-3 Или в топ-5 По ЗАГС Собрания Это когда у нас В областной парламент Были выборы По уровню поддержки Меньше 30% Было с Единой Россией Поэтому конечно Технологический шаг Был Штаба Соколова И штаба Единой России Правильный За счет рейтинга Уже избранного Губернатора Штаб подтягивал Общий рейтинг Единой России И безусловно Подтягивал Рейтинг Одномандатников В округах А второе Само по себе Сочетание Команда Команда Соколова Команда Чурина Команда Гозмана Команда врачей Оно вообще не ново Не в России Не в Кирове Это такая фишка Политехнологическая Довольно проверенная И не фишка То есть это не фишка И не креатив какой-то Ну то есть мы там Это используем Этот термин Уже там 20 лет Да У нас постоянно Разные команды Идут там В Думу Вот И одно из основных Умений Навыков Это умение Работать в команде Да Это и на производстве И в организациях Это тоже приветствуется И культивируется Поэтому вот второе Ноу-хау Я в этом шаги Нет И лично Его акции Как мне кажется Неизвестны Что Единая Буду говорить С точки зрения Я ее Я ее Я ее понимаю случае, вот как ни крути, я сторонник второго и третьего подхода. Единая Россия победила в Кирове, победила. Ну, первый подход, он больше применим к каким-то соревнованиям, да, состязаниям, да, вот чуть меньше результат показали, там, не первыми пришли, ну, хотя, да. А я еще момент отмечу. Содержательный смысл немножко другой. Владимир, еще отмечу важный момент. Вот это мы сравниваем с пятилетней историей в Горгуму, да, а если сравнить с выборами в законодательное собрание, то тут вообще рост прошел по городским округам, кировским, тут вообще рост произошел на 13-14% от того года. Конечно, я не буду говорить, что вот эти 14% это, безусловно, сделал там Курдюмов, Садкин, значит, и вот там власть, условно говоря, в Сером Доме. Конечно, больше половины из этих процентов пришло, добавилось в Единой России за счет внешнего фактора. Это спецоперация, СВО и мобилизация, консолидация электората вокруг президента Владимира Путина. Внешняя повестка, она всегда сыграла, сыграла нару. Конечно, конечно. Хорошо, пойдем по следующим партиям. ЛДПР? ЛДПР. ЛДПР по всем регионам в этой кампании выступили хорошо, выступили позитивно, и в большинстве регионов именно ЛДПР пришли вторыми после Единой России. А несмотря на смерть вождя, партия показывает достаточно хорошую динамику, и среди оппозиционных партий сработали достаточно грамотно. В Кирове результат 16,5 процентов. Партия потеряла почти 5 процентов в сравнении с выборами в 2017 году, но при этом, с учетом очень низкой явки, все-таки ЛДПР пришли вторыми и смогли мобилизовать свой электорат. Помимо этого, ЛДПР удалось победить в одномандатном округе Артем Костнерев, человек команды Надежды Сураевой, прошел в пятом одномандатном округе и победил единоросса Матвея Машковцева. Но по количеству занятых мест в городском парламенте для них ничего не меняется. Для них вообще ничего не поменялось. Было 4, и осталось 4. Стало 4. Далее, «Справедливая Россия за правду», вот которая просела, по количеству депутатов, сейчас представленных в седьмом созыве. «Справедливая Россия» тут как бы и похвалю, и поругаю. Значит, с одной стороны, «Справедливая Россия» из плюсов показала, опять же, лучший результат в стране, где проходили выборы по партийному голосованию. Самый лучший результат во всех остальных регионах гораздо меньше. «Справедливая Россия», помимо этого, как и в законодательном собрании, будет второй фракции по количеству депутатов, у них 5 побед, 3 по партийному списку и 2 в одномандатном округе, это Никулин и Журавлев. При этом отмечу вещи, которые можно назвать как проигрыш для партии. Партия имела на определенном этапе 9 депутатов в городской думе, с учетом до выборов, когда побеждали Бекалюк, значит, другие кандидаты, они перешли в законодательное собрание, победили на выборах, и у них осталось 7. Но в любом случае на каком-то этапе было 9 депутатов, сейчас 5, то есть почти в 2 раза сократилась фракция «Справедливая Россия». Партийное голосование при безусловном лидерстве «Справедливая Россия» на прошлых выборах в законодательное собрание в 2021 году среди оппозиции «Справедливая Россия» в кампании в городскую думу удалось прийти лишь третьими, лишь третьими, проиграв ЛДПР. Помимо этого, я знаю прогнозы самой партии и цели, условно говоря, штаба, и то, что они заявляли, и то, что я писал публично в телеграм-канале, их намерения, так сказать, или амбиции. «Справедливая Россия» минимум рассчитывала на 6 побед в одномандатных округах. Получилось всего 2. минимум рассчитывали на 20-22 процента по партийному голосованию. Получилось 15. Вот. Ну и как итог. Мне не понравилась кампания «Справедливая Россия» в этом году, честно, объективно скажу. Их было мало, кроме наружной рекламы и полевой работы одномандатников. Вот тут, конечно, ребят похвалю, многие одномандатники во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» Дмитрием Русских на самом деле не вылазили из полей. Здесь все хорошо, здесь плюс. Нарушка была. Все остальные пласты, с моей точки зрения, были гораздо слабее, чем в кампании год назад. В частности, я практически не увидел кампании в средствах массовой информации. Я считаю, что СССРы принципиально слабее отработали в социальных сетях, чем год назад. Ну и какого-то вот органичного драйва, какого-то вот масштаба я в этом году в их кампании не увидел. С моей точки зрения ЛДПР смотрелись чуть сильнее и ярче, чем «Справедливая Россия» на этих выборах. Прошу прощения, у нас сейчас небольшая реклама, будет буквально минута. Роман Данилин, генеральный директор группы кампании «Инмедиа», и мы продолжим говорить об итогах выборов после этой рекламной паузы. Особое мнение на 101FM Восемь минут у нас буквально остается на беседу с Романом Данилиным, генеральным директором группы кампании «Инмедиа». Говорим об итогах выборов, прошедших 10 и 11 сентября. Губернаторские выборы в городской парламент и остановились мы на результате, который показала Коммунистическая партия Российской Федерации. 11, почти с половиной, да, процентов. И у них, собственно, как и в Думе шестого созыва, будет два представителя в Думе седьмого созыва. Тоже ничего не поменяется по численности. Коммунистическая партия Российской Федерации, к которой я очень хорошо отношусь и раньше был, как имама моя, сторонником этой партии, идеологии. Но это, правда, было давно. Ну, трудно для людей, родившихся в Советском Союзе, да, как-то, поменять свою точку зрения. В компании Ельцина, Зюганова, я всегда, конечно, был за Зюганова и в Кирове за красных губернаторов, топил и так далее. Но это не важно, это демагогия. Мне обидно сегодня как гражданину, как руководителю медиахолдинга, информационного холдинга видеть падение партии. Падение партии с точки зрения итоговых результатов. Лидер Кировского оригинального отделения Сергей Павлович Мамаев упал в рейтинге в сравнении с пятилетней давностью по губернаторам. У него было 19, если я не ошибаюсь. У него 19 было, да. 19 было. Сейчас у него 13,5. 13,5 процентов. То есть почти на 5 с лишним процентов хуже показал, да, историю. Вместе с ним рухнул рейтинг и у партии. на выборах в городскую думу они отработали хуже, чем на выборах в законодательное собрание, отработали хуже, чем в городскую думу. Проиграли во всех округах абсолютно. С одной стороны, я похвалю партию за то, что коммунисты сделали ставку на молодежь. Это, наверное, единственная партия, которая вот так вот массово выставила именно молодых кандидатов. Это очень хорошо. Кремлёв, Воробьёва, Киселёв, Калинин, очень много молодых кандидатов. Но у меня вопрос-то другой. Для того, чтобы эти кандидаты прошли, нужны ресурсы. Какие ресурсы? Всё очень просто. Финансовые ресурсы для организации компании, информационные ресурсы, медийные ресурсы, и сама компания как таковая. Да, ребята, они вылазили из полей. Я про это тоже писал. Очень много встреч, хорошие заявления. И ребята-то очень неплохие. Я многих лично знаю. Вот. Но в данном случае партия не организовала им поддержку. Партия не предоставила им, кроме выдвижения, ресурсов для того, чтобы у них появился хотя бы один шанс, хотя бы у одного человека. И в данном случае это, я считаю, промах партии. Нет денег, ну, ребят, работайте с федералами. Почему не обратились, да, или там слабо обратились? Почему Зюганов из центра, условно говоря, не прислал какие-то ресурсы? Почему вы не поработали здесь на территории с финансово-промышленными группами, с бизнесменами, с предпринимателями? Ну, как можно победить на выборах, не имея никаких ресурсов? Ну, как? Ну, это просто невозможно. И в итоге такие показатели. Повторюсь, мне обидно за эти показатели. Я бы хотел, чтобы коммунисты выступили сильнее. И, конечно, эти подходы надо менять. И следующие выборы, которые будут, я надеюсь, все-таки у нас выборы не отменят в России. Ну, да, ходили летом активно слухи, да и весной ходили активно слухи. Да, но для КПР все-таки пора сделать выводы. Ребят, вы падаете, падаете, ресурсы нужно собирать, нужно по-другому организовывать выборы. Еще осталось у нас три так называемых малых партии, которые не преодолели этот 5-процентный барьер в городской парламент. Это партия пенсионеров, коммунисты России, партия Родина. Ну, вот коммунист России у нас пока в текущем созыве есть, Николай Барсуков. В новом, увы, представлены они не будут. А помимо малых партий у нас еще есть новые люди, которые прошли в Думу с самым лучшим результатом в сравнении с другими регионами в стране. Они получили больше 10%. Не хватило 972 голоса, как написал сегодня один из лидеров партии Олег Голиков, для того, чтобы получить второй партийный мандат. Но в любом случае проходит одномандатник Савиных и Альминова. Партия победила в ЗАГС собрании, прошла в городской думе, тоже они будут. И набрали в два раза больше избирательного барьера в 5%. По поводу малых партий ярче всех выглядели на этих выборах в компании, наверное, Родины и коммунисты России. Пенсионеров вообще не было, не слышно, не видно. Но в связи с тем, что явка была очень низкая, и в первую очередь пришли голосовать люди старшего поколения, то есть пенсионеры, они проголосовали за понятный им бренд пенсионеры России. Поэтому пенсионеров в России чуть выше итоговая цифра. если я не ошибаюсь. Но по факту... Почти 4%. Почти 4%. 3,95, да. Но по факту все малые партии не прошли в Думу. И за счет как раз вот этого момента с точки зрения метода империала, по которому распределяются мандаты, они помогли Единой России получить при 34% 9 мандатов аж партийных. Поэтому, как я и писал, для оппозиции это плохо, что малые партии там не прошли. Я понимаю, что там какие-то сателлиты из этих партий, они бы работали на интерес Единой России. Но это уже другая история. Это уже другая история. По факту в Думу прошло 5 партий и малые партии в наш городской парламент не попали. Пара минут у нас остается. Не знаю, выбираю сейчас, что прокомментировать. Либо явку, ну, сказали низкая явка, да, либо уже выборы нового главы города. Давайте на главе остановимся все-таки города. Вот смотрю, в телеграм-канале Personal Opinion опрос Роман организовал. За кого бы вы проголосовали, кого бы из депутатов вы поддержали, если бы главу города Кирова выбирали? Имеется в виду всенародные выборы, да, жителями Кирова. Я в данном случае на телеграм-аудиторию это ориентировал. Но тут, видите, как бы, если говорить там в объективе, да, в объективе, в реале, понятно, нужно было перечислять в этом опросе только единороссов. Никто не допустит того, чтобы в городе был глава города представитель оппозиционной партии. Ну вот, если отмести результат, который набрал больше всего процентов другой депутат, у нас на первом месте Анна Альминова. У нас сейчас идет Анна Альминова по опросу, но до этого первые два часа лидировала Елена Ковалева. Поэтому тут вот опять же либо как хочется, либо как будет. Если как будет, нужно отвечать на этот вопрос, кто будет главой города анализирует только представителей Единой России. Поэтому всех, кого я там написал от оппозиции, но это для демократии, так сказать, для красивой картинки, для разбавить, вот, ну давайте, вот, как бы всем вместе проголосуем, как бы нам хотелось. А в реале только из Единой России. Значит, я знаю, что на данный момент... Минуту буквально, да, у нас. Я знаю, что на данный момент обсуждается кандидатура вновь Елены Ковалевой, которая является действующим главой города. Я знаю, что обсуждалась креатура Алексея Рябова, бывшего, бывшего уже зампреда городской думы, но он проиграл, он проиграл выборы, поэтому, как бы, его сейчас уже не обсуждаем. Слышал версию, что может быть предложен человек креатура Курдюмова, зампреда, у него три врача, как минимум, прошли, очень большую квоту депутатов в целом в Думе имеет на сегодня влиятельный бизнесмен и политик Константин Гозман. Но я не думаю, что Александр Соколов и Серый дом пойдет на поддержку креатуры представителя конкретной финансовой промышленной группы. Скорее всего, это будет нейтральная фигура. В любом случае, мы скоро это узнаем. Не за горами эти события. Спасибо, на этом завершаем наш разговор. Роман Данилин, генеральный директор группы компании Инмедиа. Всего доброго, до свидания. Всего хорошего, до свидания. Особое мнение на 101FM